Шквал эмоций среди британцев вызвала публикация от 7 февраля на страницах официального сайта Лондонского музея естествознания о человеке из щедро. Это самый древний полный скелет представителя Homo sapiens, найденный в Великобритании ещё в 1903 году в пещере Гофа на территории графства Сомерсет юго-запада Англии на родине Сыра-Чеддер. Причиной бурной реакции европейцев и британцев стала расшифровка ДНК этого мезолитического жителя Британии, который жил около 10 тысяч лет назад, что позволило определить внешние черты этого древнего европейца. Оказалось, что древние жители Туманного Альбиона выглядели крайне неожиданно для современных британцев. Они были темнокожими брюнетами и шатенами с бледно окрашенными глазами синего и зелёного цветов. Раньше учёные полагали, что у Homo sapiens была более быстрая адаптация к климату и они приобрели более светлую кожу сразу после освоения территории современной Европы около 45 тысяч лет назад. Потому как бледная кожа лучше поглощает ультрафиолетовый свет и помогает людям избежать дефицита витамина D в климате с меньшим солнечным светом. В общем очень много негативных эмоций в адрес учёных сыплется с 7 февраля. Люди никак не могут поверить в то, что древний брит был чёрным. Хотя этот термин применим лишь кельтским племенам, составлявшим основное население Британии с 8 века до нашей эры по 5 век нашей эры. Тем не менее споры набирают обороты. Кто-то считает, что это происки миграционной политики, а кто-то просто не хочет смириться с тем, что их далёкий предок был темнокожим. Хотя согласно анализам ДНК лишь 10% генов человека из Чеддера присутствуют в современных британцах. Тем не менее в найденных останках есть генетические маркеры пигментации кожи, которые обычно ассоциируются с Африкой южнее Сахары. Это открытие согласуется и с рядом других человеческих останков мезолита, обнаруженных во всей Европе и не только. Поэтому нельзя делать предположение о том, как выглядели люди в прошлом, исходя из того, как выглядят люди на этой территории сейчас. Человек из Чеддера был охотником-собирателем мезолита, полностью современным человеком с точки зрения антропологии. Это был темнокожий и голубоглазый человек, рост его составлял около 166 см, а умер он или погиб в возрасте около 20 с лишним лет. Его скелет был обнаружен во время усовершенствований дренажа в пещере Гофа, популярной туристической достопримечательности в 1903 году. В период, когда человек из Чедра жил, Великобритания была привязана к континентальной Европе и была покрыта густыми лесами. Он не переносил лактозу и занимался охотой и собирательством в составе группы людей. Питались они, как правило, семенами, орехами, рыбой и животными, которых удавалось добыть. В основном это были благородные олени, зубры и другие дикие животные. Кстати, некоторые археологи предполагают, что в качестве головных уборов охотники тех мест носили на голове черепа оленей. Это следует и из других находок на территории Великобритании, где были найдены и украшения из янтаря, гематита, перита, а также кулон с гравировкой из засадочной породы с отверстием для подвески, что считается старейшим искусством мезолита Британии. Хотя в те времена уже широко практиковались погребения, человек из Чедра был найден в одиночестве. Наряду с тем, что в полутора километрах от места его находки расположена пещера, названное отверстие Авелины, где были найдены останки 50 человек, захороненных в относительно короткий период времени. Учёным также достаточно повезло, так как не все останки сохраняют ДНК. Как только организм умирает, ДНК начинает разрушаться. Температура и влажность также имеют большое значение для качества данных, которые можно извлечь. А прохладные условия пещеры Гофа и слои осадков помогли в данном случае сохранить ДНК человека из Чедра. А реконструкция внешности древнего жителя была выполнена братьями-близнецами Адри и Альфонсом Кеннис, которые специализируются на палеонтологических реконструкциях. Кстати, обсуждение этой новости в интернете очень чётко характеризует современную человеческую натуру. Кто-то рад, а многие комментаторы возмущены тем фактом, что у древних людей был тёмный цвет кожи. Однако я не нашёл осуждений и споров на тему каннибализма в комментариях. А ведь археологические находки в пещере Гофа свидетельствуют и об этом. Там были найдены человеческие кости с отметинами зубовых современников. Среди таких останков были даже кости трёхлетнего ребёнка и двух подростков. Также были найдены и черепа в виде чаш, которые, возможно, использовались для питья. И такие находки были не только на территории Великобритании. Кстати, археологи и антропологи часто жалуются на то, что при изучении находок довольно хорошо воспринимаются доводы об отметинах на костях животных, свидетельствующие о том, что их поедали первобытные люди. Однако такие же отметины на человеческих костях вызывают шквал протестов среди многих людей. Много тем в современном обществе считается неудобными, мягко говоря. Хотя не прошло ещё и 100 лет с тех пор, когда на планете существовали племена людоедов, где поедание себе подобных считалось нормой. Но человек так устроен, что желание быть белым и пушистым преобладает над фактами. Многие страны в наши дни намеренно пытаются переписать историю в свою пользу. Это мы наблюдаем на многих примерах. Также очень много людей, которые пытаются найти признаки своего величия в своих корнях и корнях людей, которые когда-то жили на той территории, где проживают сейчас они. Очень забавно было наблюдать и в недавнем прошлом, когда в моде были поиски дворянских корней. Когда обнаружив в своём генеалогическом древе кого-то из известного рода, человек начинал этим гордиться, при этом забывая обращать внимание на своё нынешнее поведение. А дальнейший взгляд в прошлое рода уже не имел значения. И таких примеров очень много. Мы так устроен и так работает наш мозг. Не создавая ничего хорошего в настоящем, мы пытаемся отыскать своё величие в прошлом. Очень удобно гордиться своим дедом, сидя на диване уплетая бутерброды, к примеру. Не правда ли? И таких много. Я думаю, что большинство поймёт меня правильно. Я сейчас не имел в виду понятное всем уважение к заслугам наших предков. Кстати, очень чётко желание приписать себя к великим цивилизациям, заметное в Ютубе, когда большое количество просмотров набирают лженаучные ролики о несуществующих цивилизациях. За Германию в 30-х и 40-х годах и говорить не приходится. Что было, если бы анализы ДНК проводились тогда? Вот к примеру. Господин Мюллер вы арестованы, так как анализ показал, что ваши предки были родом из Африки. Но, к сожалению, эти идеи очень живы и сейчас. При этом они набирают популярность. Но реальные научные факты свидетельствуют о том, что человек не был белым и пушистым и не прыгал по облакам, питаясь лишь цветочками. Уважаемые зрители! Очень интересно было бы прочитать в комментариях те примеры ложного величия, которые вы замечали вокруг себя и в Интернете. И обозначить своё отношение к этому. Это было бы весьма полезно и для сторонников таких идей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok